Итак, друзья, всем привет! Прежде чем мы продолжим исследовать Цитадель, некоторые из вас попросили меня для того, чтобы я нашел перевод этого ролика или как-то восстановил субтитры, но субтитры никак не восстанавливаются, поэтому я сам несколько раз посмотрел этот ролик и составил какой-то условный перевод. И вот, сейчас я вам его озвучу, поэтому, ну, собственно, приготовились и погнали. Посмотрим видеоролик, а потом продолжим с того места, где мы, соответственно, остановились в Цитадели. Вот так вот. Ну что ж, приготовились. Нортандер. Колыбель человеческой цивилизации. Мы знаем войну. Она с тысячи лет, наш попутчик. Приходит и уходит с невозмутимостью приливов и отзывов. Наша последняя война пришла к восстанию. Причиной был маг по имени Исама Тахар. Он собрал благородные дома, чтобы узурпировать корону. Его магия принесла хаос. Огонь. Огонь Аркана сжег дотла города. Корча разоряла поля битв. Мужчины и женщины были уничтожены щелчком пальца. Только жертва нашей королевы может сделать то, что было невозможно, и положить конец войне. Война с магами была закончена. Корона победила, и магия была объявлена вне закона. Но люди снова считают, что страданию пришел конец. Они верят и мечтают об этом. Но времена не меняются. Вот такой вот примерный перевод этого видеоролика. Это все, что я смог с третьего просмотра. Вот. Примерно переписать и, собственно, сделать условный перевод. Ну, надеюсь, что он был... Ну, он общую суть отражает, как бы, да, но полностью точно-точностоверным он не может быть, потому что мои знания английского оставляют желать лучшего. И это уже нам не надо. Так, вот это мы удаляем. И продолжаем отсюда. Вот, все, отлично. Мы там сажимся в том месте, на котором закончили. Вот, и уже можно будет продолжать исследовать. Вот. Всего буквально 4, там, даже меньше минуты у нас ушло на то, чтобы, ну, разобраться с этим. Так что ничего страшного. Я считаю, что ролик должен был быть, ну, понятен, информативен. И то, что разработчики сами не сделали субтитры, там, большой косяк вообще им за это. Я причем сначала думал, может, найду на ютубе его русскую версию. Но, ни хрена, его там просто не было. Ну, то есть были они исключительно на английском и даже без субтитров. Я просто охренел. Думал, найду субтитры готовые. Ну, какие-нибудь это уже локализованные субтитры этого ролика, может, от сдателя. А вот ни хрена нету подобных. Так, сержант Эсми тут все орет. У нас как раз задание есть пообщаться с ней. Смотрите-ка, это же доблестная волча стража. Приятно видеть знакомые лица. Сержант Эсми? Какой ты суровый, Пертран. Что нужно? Собрались потренироваться с утра пораньше? Почему бы и нет? Что скажешь, Тахар? Ага. С кем будем сражаться? А какие варианты? С новобранцами? Кое-кто из них что-то уже может, но большинство не повредит небольшая тренировка. Что скажешь? Ну, давайте попробуем. Правда, у нас, к сожалению, никаких умений нету и будет трудновато. Ну, думаю, мне тоже не повредит небольшая тренировка. Отлично, тогда марш на ринг. Это сюда? Да, это сюда. Брэндон, Ронан, сюда! Мэм, видите вон тех двоих, будете с ними драться. Но это же волчья стража. Вот именно. Я же вижу, как вы тренируетесь. Вы в настоящем бою и двух секунд не протянете. Пора дать вам кое-что посложнее. Но... Но марш на ринг. Как скажете, мэм. Да, он просто дракон, полегче с них кахар. Ладно, парни, за дело. Покажите, чего вы стоите. Так они вообще никакие. Стой, стойте, вы победили, хорошо, я остаюсь, я остаюсь, говорю же. Ладно, капрал, думаю, хватит с них на сегодня. Вы молодцы, парни. А теперь мигом в казарму, пусть они... Кто-нибудь займется вашими ранами на лаге. Сержант права. Чтобы выжить, им нужно тренироваться и тренироваться. Другими словами, мы сейчас оказали им услугу. Любопытная точка зрения. Так, за это мы берем вот эту штучку. Один, два, один, два. Это все, лады, продолжайте. Это на продажу исключительно. Так, что у нас, какие дела. У нас дело вообще полно. Полный журнал заданий. Но мы для начала как бы, соответственно, просто будем гулять по Серет Стадели, все изучать и уже потом, когда все изучим, подтягивать какие-то хвосты, которые мы там не доделали или что-то забыли. Так, госпожа, сержант, вы слишком громко себя ведете. Куда ты? Куда ты? Нам нужно отправиться в военный зал и поговорить с лордом маршалом. Ты не хуже меня знаешь, что он любит ждать. Ты прав. Прости, это просто кошмар какой-то. Я все еще ощущаю себя ходячим трупом. Вид у тебя, подставьте, шел бы ты нахрен, друг мой. Ну, раз вы настаиваете, что нужно поскорее добраться до него. Куда ты идешь? Мы должны идти в военный зал и поговорить с лордом маршалом. Ты знаешь, он не любит ждать. Ты прав. Извините, это что-то ночевая. Я все равно чувствую, как ходить. Корпс. Нам с ней надо еще раз поговорить. Я думал, мы на этом закончили. Сейчас мы дойдем к ним, пообщаемся. Аккуратно. Превосходно, эти парни, кое-что, на что способны. Вот только эти стены их малость расслабили. Минутку. Вот, я мельком слышала про новое здание, и что-то мне подсказывает, что этим лорд маршалом тебя и вызвал. Полагаю, это тебе не помешает. Мужская забота, я почти забыл, какого это. Не надо драматизировать. Ну что, есть еще силы? Еще один такой бой пошел бы моим мальчикам на пользу? Что скажешь, Тахар? Ну, давайте еще. Да, почему не? Я могу использовать еще больше практики. Прекрасно, на этот раз будет посложнее. Как соберешься, заходи на ринг. Сложнее, ну давайте, посмотрим. Эй, вы, да, волчья стража, вы, ну-ка, быстро сюда. Сержант, к нам обращайтесь? Да, к вам. Капрал Тахар и Каппи. И когда вы успели стать вашими новобранцами? Вы не так. Но моими новобранцами будет полезно посмотреть на настоящий бой. Сражение между пятью бойцами волчьей стражей должно быть величным. Слушайте, у нас нет на это времени. Готовы сражаться, но марш на ринг. Ну нормально, тянем. Ты не понимаешь, кто ты смеешься. Моему персонажу явно не хватает бутылок петелечков магии. Если что, выпьем зелье здоровья. А, так не понадобится, наверное. Стоп, что вы делаете? Стоп, что вы делаете? Померять хотите? Это просто тренировка. Тахар побеждает. Хоть вы не из моего отряда, но это мой ринг, так что убирайтесь отсюда. Это еще не конец Тахара, обещаю тебе. А, так это Ансельм, тот самый, с кем мы дрались уже. Точнее, не дрались, с кем мы путешествовали вместе. Это фауэрболы, которые вы делаете, а не Кент. Лазис. Этот парень словно убить тебя хотел. Я думал, вы там получите стражи, все друзья, или как? Я не знаю, друзья? Мы. Вроде бы я ума не приложу, что он у него нашел. Может быть, у меня нет смысла, не в порядке. Что это? Просто дурацкая мысль. Не забудь о ней. Ну, ничего удивительного, он же лично присутствовал при тех событиях. Бертран, рассказывай. Не знаю, что ты помнишь о ночи, когда мы тебя освободили. Я упоминал, что Ансельм был там, вместе со своей сестрой, и твой отец ее убил. А, так это он в пакете был, с пакетом на голове. Твой отец, он ее убил. Судя по тому, как Ансельм на тебя смотрит, возможно... Думаешь, он винит меня в ее смерти? Не знаю, может быть. Это же глупо. Тут я с тобой согласен. В любом случае, это лишь мое предположение, я могу и ошибаться. Ну, ладно. Похоже, я должна принести извинения. Было глупо заставлять вас сражаться друг с другом. Я предложила бы еще раунд, но вам, наверное, уже надоело. Да и лорд-маршал воздождался. А с кем мы будем сражаться в последний бой? Кем мы боремся? Ну, по-моему, я думаю, избить новопранцев уже смысла нет, но, посмотрев на вас, вспомнила, что сама-то в ней никогда не практиковалась. Ты будешь с нами сражаться? Ага. Двой на одного. Бертран, тебя можно не считать. Очень смешно. Ну все, зря только время теряем. Давайте на ринг. Ага, последний бой. Давайте попробуем. Отлично, тогда приступим. А, давайте танцем. А теперь потанцуем, она сказала. Я хочу фокусить! А, тебе не хватает? Ну и все, до свидания. Нет? Еще чуть-чуть. Ну ладно, все, остановимся на этом. Годы меня не пощадили, пару-тройку лет назад все сложилось бы иначе. Это бы уйдало в другом, несколько лет назад. Конечно, все так говорят. Замолчи, карпель. Если без шуток, то спасибо, это была весьма достойная битва. Будем надеяться, мои новички не начнут задаваться, увидев, как их сержанты валяются на земле. Думаю, в этом случае ты сможешь поставить их на место. Ну да, ну да. В любом случае, теперь тебе, Параг Маршал, удачи вам обоим, берегите себя. Стей сейф. А, выберите предметы. А сколько можно еще один, да? Так, что нам только... Только эти остались очки, да? Угу. Так, ну вот эти умения не нужны. Вот эту бы шлифу поскорее открыть. Во. Для оглушения подойдет. Хорошая штука. Так, ну пойдемте к лороду этому. Да, это все. Теперь опять! Помните, глаза вверху к твоему противнику. А, тут и там можно войти, да? Знаешь, Тахар, меня тут такой вопрос в последнее время интересует. Вот эта вот вся армия, корона, волча, стража, тебе этого достаточно? В каком смысле? Ну вот, ну, да ладно, не важно это все. Ну вот, там, да. Ну ладно. О, что, туда можно зайти? В настоящее время для вас подвал в цитадели недоступен. Еще выше можно. Так, все, больше ничего нету здесь. Надо остальные комнаты проверить. Что ты творишь? Это же покой генерала Нориа. Ты прав. О, ты прав. Прости, это пашный настоящий лабиринт. Так, туда мы не можем попасть, да? Ну вот, мы и пришли. Заходим? Какой-то у тебя нервный голос. Нервный? Да не, просто... Ну важно, пойдем внутрь. Не важно. Пойдем внутрь. Интересно. Интересно. Не самый высокий военный зал. Военный зал, ну ладно. Военный зал, это не только место, где определяется политика Нор Тандера, но и приемная для послов и дипломатов с своих земель, приезжающихся к Кутистадель. Причину понять несложно. Достаточно самому однажды пройти по мрачным полам, через позолоченные арки под взглядами множества статуй, украшающих просторные коридоры. Я сказал, можете идти, но нам нужно больше времени, мы вот-вот найдем средства, мы... Времени у вас было предостаточно, а чего вы добились? Ничего, люди продолжают умирать, и если мы немедленно не остановим эту чуму, всему Грейфулу конец. Вот мое решение, когда придумаете лекарство, пустим его в дело. Но пока что остается единственный выход. Я понимаю, лорд-маршал, простите меня за мою неудачу. Простите меня за мою неудачу. Думаю. Давайте посмотрим. Битва в Каменном Заливе. Документ. Историческая книга, описывающая битву в Каменном Заливе. А что, ее можно как-то более подробно изучить? А-а-а. Так, когда говорят про вооруженные силы Нортандера, вспоминают обычно про сухопутную армию, а не про флот. Ведь именно армии великих домов обычно попадают в историю. Но одна из самых важных битв в долгой истории Нортандера случилась не на суше, а на море, в Каменном Заливе. Империйцы давно смотрели на Нортандер как на край возможностей и завоеваний. Хотя их император при королевском дворе в Грейфоле говорил исключительно о мире. Они планировали вторжение. Зная, что силы Нортандера могут собраться быстрее, чем империйцы пересекут море, чтобы оказаться в фиаре. Они сделали ставку на секретность, чтобы скрыть свои планы. Однажды, ранним летним утром, разведчики сообщили об огромной армаде кораблей, которая появилась на горизонте у Каменной Бухты. Адмирал Ильбертус де Базе, командующий военным флотом в том регионе, осматривал свои корабли, разбросанные по бухте. Он знал, что раз военные корабли появились внезапно, помощи ждать неоткуда. Лишь несколько десятков кораблей стояли между империей и его родиной. Нортодианский флот был в меньшинстве и не готов к атаке. Корабли горели и тонули, бухта наполнилась дымом. Но Адмирал знал, местный рельеф куда лучше завоевателей, и использовал это преимущество, чтобы увезти оставшиеся корабли. Когда ветер переменился, как это часто бывает в этом регионе, Нортоденские корабли сумели переиграть империйцев. Адмирал де Базен направил свой корабль Джаггернаут прямо на вражеский флагман. Когда корабли столкнулись, Нортоденские солдаты взяли вражеское судно на абордаж. С пленением эмпирийского адмирала битва была закончена. Ни один эмпирийский солдат не ступил на Нортодианскую землю. Круто. Великие благородные дома, воспетые величайшим бардом. О, давайте это мы сейчас тоже все почитаем. Так, представьте, если сможете, пять благородных домов. Пятерых гостей на грандиозном званном обеде, который называется Фиара. Позвольте мне представить их вам. Дом Леонидар. Хозяйка вечеринки, женщина богатая и состоятельна, которую вы должны почитать. Ее дом Грейфол, столица всего Нортандера. В заднем кармане носит изображение генеалогического древа, на котором представлены все иерархические связи ее семьи. Очень нелюбима слугами. Настаивает на соблюдении мириада протоколов, составленных ее предками. Дом Искандер. Улыбчивый вор за праздничным столом. Кохочет над хозяйскими шутками и собирает в карман хозяйские жестоловое серебро. Рядом из Всесвета, за спиной дома Леонидар, заключает сделку с предателем Исама Тахаром. После завершения войн магов, его земли из-за отсутствия хозяина пришли в упадок. Так, ну мы это слышали. Так, дом Вульфгар. Жестокий и резкий мужчина, которому на приеме явно не место, оставляет свою боевую дубину на столе. Не может дождаться, когда закончится вся эта ерунда, чтобы вернуться домой на северо-запад. Если другие гости с ним и заговаривают, то исключительно из крайней необходимости. Дом Халид. С ног до головы заковано в лунное серебро, полученное благодаря торговым связям с гномами. Очаровательная женщина, даже слишком. Прекрасно умеет убеждать несведущих, что владеют бескрайными землями у подножья Винодельских гор. Дом Утран. Самый удалой мужчина в зале. Быстрый и острый взгляд. Подбородок покрыт седой щетиной. Несколько фрейлин наверняка упали в обморок, когда он вошел в зал. Избегает внимания и нортрадеанские политики, словно лис охотников. Рассказал Партон, величайший бард. Записка мага. Дальновидность. В своих странствиях мне довелось встретить немало знатоков магии. Некоторые утверждают, что способности мага зависят от непоколебимости его воли. А кое-кто считает, что главные физические способности, а другие полагают, что дело в силе разума. Истина в том, что магия черпает силы в личности. Тело, дух, сознание, все они влияют на магические способности. Но магам, не имеющим видения, откроется лишь малое толико могущество. Ибо оно, как и амбиции, движущая сила всего остального. Что способствует развитию тела, духа и сознания. Стремление к цели, столь же осязаемое, как нити волшебной энергии. Меж пальцев мага. Тому, кто не видит цели, доступен лишь низкий уровень способностей. Потому во всех магических вопросах первым делом ищите собственное видение. Сосредоточьтесь на том, чего нужно достичь. Все остальное последует за этим. Позвольте амбициям направить вас, и они приведут вас к успеху. Фрихейл, путешественник и ученый. Понятно. Так, все здесь, больше чтиво интересного нету. Понятно. А ты кто такой? О, Синтенций Нори, тот самый. Лорд-маршал, генерал Нори, вы хотели нас видеть? Хотели. Синтенций? Да. Что вам известно о кровном жаре? Я не уверен, что вы имеете в виду, сэр. Удивительно, но наши меры по сохранению тайны оказались действительными. Приятно. Кровный жар — это чума, о которой нам впервые стало известно месяца три назад. Уже месяц, как каждый маломальский способный алхимик Грейфола и Всесвета заняты поисками средств от нее, ходят слухи, что от чумы не защищены ни эльфы, ни пномы, ни даже зеленокожие. Проблема в том, что решение пока не найдено, а совсем недавно произошла новая вспышка заразы в деревне Леонон, что около Грейфола. Я верно полагаю, что этот кровавый жар смертелен? Абсолютно верно. Это страшнейшая чума, обернувшаяся на ЭО со времен Алой Лихорадки. Название свое получило за то, что отравляется кровь. Начинается все с жары и дошноты, но через неделю люди истекают кровью изо рта и глаз. Мы пока не знаем, что ее вызывает, никакие лекарства не помогают. Только появляются первые симптомы, жить остается недолго. Образовываются нарывы, которые потом лопаются. Это сопровождается невыносимой болью, которую некоторые не могут пережить. В любом случае, еще пара дней, и жертва истекает кровью, как свинья на бойне. Дыхание Тиары. Увы. Ясно. А есть идея, что ее вызывает? Как она распространяется? В том-то и дело, что это нам неизвестно. Есть предположение, что она заразна. Некоторые алхимики, напротив, утверждают, что болезнь поражает случайным образом. Случайным? Ну, не полностью. Есть какая-то закономерность, но она настолько смехотворна, что недостойна упоминания. Из зараженных, с которыми мы общались, многие рассказывают, не знаю, даже шумик о том месте, где они подцепили заразу. Шумик? Да. Да, некоторые говорят, что они были... что он был больше похож на голос. Это, конечно, предназначение суеверных людей, но все указывает на то, что это не просто болезнь, и это пугает. Проклятие. Выдалекаете, что это может оказаться проклятием? Проклятие? О, нет. Я готов предположить, что это скорее некая магическая аномалия. Однако, вы здесь не для того, чтобы рассуждать о причинах болезни. Для этого у нас полно ученых. Вы же здесь потому, что для волочей стражей есть задание. Сентенсы? Вкратце нам приказано найти способ не выпустить чуму из этой деревни, Леонона. Если эпидемия доберется до Грейфова, это будет катастрофа, по сравнению с которой воины магов покажутся детскими шалостями. Мы выступаем вместе с небольшим отрядом солдат-нортандера в Леонон. Там мы оценим ситуацию и составим план действий. Я все понимаю, но если средства от чумы нет, как мы сможем ее сдержать? Пойдем, когда окажемся на месте. Поймем, когда окажемся на месте. А какая роль отведена мне? Вы из волчей стражей — это задание короны. Какие могут быть вопросы? Если кровный жар настолько же опасен, как мы сможем защитить себя, отправляясь на зараженные земли? Мы опять же не до конца понимаем принцип заражения, поэтому есть шанс, что вам кровный жар все равно не грозит. Но для верности, наши алхимики разработали зелье, которое должно защитить от заразы. Должно защитить? Ну, разведку оно защитило, нам просто придется смириться с риском. Понятно. Когда мы выдвигаемся? С первыми лучами солнца собирайте вещи и получайте зелье, алхимика внизу. Его зовут Альберт Устер Рейнс, так когда будете готовы, встретимся у ворот. Что-нибудь еще, лорд Маршал Рандир? Нет, просто разберитесь с этим. Разберемся. Я готов. Что? Тебе все рассказали. Понятно. Выходим, и пойдем гулять по городу. Конечно. Но они говорят, конечно, не так быстро, как говорили в Саус-Парке, когда мы его проходили. Я вообще просто там ничего не успевал через предложение, читал, не дочитывал. Это было просто очень сложно. Посреди стадели, словно каменный гигант, бросающий вызов небесам, стоит серая башня. Хоть и не самая высокая, она, вне всяких сомнений, самая важная, потому что в ней расположился военный зал и зал правосудия. А, там, нам сюда сначала, да. Вы, Альбертус Де Реймс? Это, смотря, кто спрашивает. Корпелли, 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 Корпелли. И правда действует, конечно, только не превышайте дозу, а то, может, не на тот свет отправится, что-то еще, у меня тут дела, между прочим. Теперь, есть ли еще что-то? Если нет, у меня есть бизнес, чтобы участвовать. Нет, это все. Спасибо. Постите суд в зале правосудия. Так, на суд нужно сюда идти. О, здесь торгаш есть. Так, господин торговец. Понятно. Да? Хочешь торговать? Хочешь торговать? Да, хочешь торговать. Так, надо вот от этого шлака избавиться всем. Остальное пока оставлю. Мало ли. Поздравляем с тобой. Пришли снова. Я получу новые бренды в следующий год. Да, он говорит, что у него скоро появятся новые предметы и возвращаться позже. Да. Многие люди знают историю, behind this impressive hall, with the pillars and dung roof. It was constructed in 6542 by the king Arif Eileth. As a moment to his greatness, Eileth was known for his cruelty and decadence. When after a fight, he was just like a brother who had to kill him. Eileth went all the way to the top of the gray tower, into his shrine. Eileth пытался его убить. Eileth убежал на вершину Серой Башни в своё святилище, но брат последовал за ним с мечом в руке. Во время боя оба брата были смертельно ранены, и с тех пор этот зал считается символом правосудия. Это не военный зал. Тебе это известно, да? Нет, Бертран, я забыл. Но я хочу видеть этот трайл, который ты говоришь. А, ну, он уже начался, наверное, пойдём посмотрим. Пойдём посмотрим. Силенс не изменит меня. Я надеюсь, вы понимаете, что ваше молчание ничего не изменит. Молчание осквернителей. Я не понимаю, почему её до сих пор просто не клеймили. Что вы хотите услышать? Что я применила магию, чтобы убить этих солдат? Да, это так, и я сделала бы это снова. Они пытались убить меня. Она лжёт, чтобы... Чтоб её! Эта проклятая ведьма лжёт! Знаешь, ты прав. Я убила их, потому что мне нравится убивать. А потому я сварила из их потрохов зелья, нашла себе удобную маленькую метёлочку, и улетела в тёмную ночь. Вы считаете, что жутить сейчас уместно? Нет, но это последний час. Я лишь снова и снова повторяю один и тот же рассказ, которому у вас нет никаких доказательств. Да. И никак и у вас, кроме подручного кониха, который говорит лишь то, что ему велено. Но знаете, у религиозных идиотов есть одно преимущество. Вы всегда можете выбрать тот вариант, который вам больше всего нравится. Так что давайте, висите сюда вашу милую масочку, уверенно, Аунира ценит это, ровно как и изнасилование эльхийских магов, солдатами Леониддара. Ересь. Это чисто ересь. Ирия из Фионион мира. Вы признаётесь виновным в нарушении новых законов путём применения магии для убийства троих солдат королевской армии. Приговаривайтесь к смерти на пике. Приговор будет приведён в исполнение завтра. Судебное заседание завершено. Что ты делаешь из этого? Я не знаю. Может быть, она говорит правду, а может быть лжёт. Но это два свидетельства против нее. Так что подозреваем, приговор справедлив. Я думаю, что это только право. Кто была эта женщина? Она постарше? А ты её не знаешь? Парни. Удивительно. Это Амарио Леониддар, последний выживший представитель дома Леониддара. Вот её сыновья погибли в последней битве между Нортендером и ипостанцами твоего отца. Она очень бурно отреагировала на то, что эльфийка сказала об Эонире. Ничего удивительного. Она в числе самых ярых последователей света. Возможно, именно благодаря ей, праведникам, такое влияние на корону. Дом Леониддара располагает одной из сильнейших армий в Нортендаре. Пойдём уже. Ладно, не к чему заставлять лордого маршала ждать. Ну, понятно. Я где-то тут сундук видел. Аккуратно. А, вот. Можно с ним поговорить даже. Да, кто? Минутку. Вы же капрал Тахар, верно? Открыск предателя. У меня, между прочим, имя есть. Полагаю, что есть. Так или иначе, вам что-то нужно? У меня ещё полно дел. В чем обвиняется эта женщина? Она убила трех солдат нортендарцев. Правда, я не уверен, что это ваше дело. А вы сами кто? Не помню, чтобы вы встречались в серой цитадели. Это весьма вероятно, поскольку я только что прибыл. Меня зовут Каспар Тарис, служитель света. Лорд Ангар назначил меня студией над теми, кто отказывается жить по новым законам. И все эти, кто отказывается обвинять по новым законам. Значит, свет уже свои законы пишет. Нет, мы лишь помогаем лорду Ангару следить за их исполнением. Я пойду. Данным образом, праведный свет. Нечто куда более сложное, чем можно представить, услышав это название. Маска разрушает связь между человеком, на которого надетой, и магией, эффективно подавляя магический талант. Праведный свет надевает железные маски на магов, которых им удается схватить. По сути, маска представляет собой пыточный инструмент, хотя трудно сказать наверняка из-за ограниченного доступа гильдии к документам света. Прилагается, что примерно в третьих случаях происходит разрыв мозга и немедленная смерть. Вероятно, это лучший исход для жертвы. Причина такой реакции неизвестна. Одно из предположений заключается в том, что тело не выдерживает внутреннего конфликта между силой маски и мощностью связи жертвы с магией. Для подтверждения или опровержения этой гипотезы необходимо провести дополнительные исследования и наблюдения возможностей железных масок. Впрочем, жертвам железная маска несет медленную и страшную смерть. Маг, не способный видеть или пользоваться магией, в какой-то момент гарантированно сходит с ума. Жертва может чахнуть несколько недель, пока чувства медленно затухают. Тело слабеет от бездействия. В результате жертву в любом случае ждет смерть от голода, обезвоживания или случайных травм, полученных во время припадков бреда. Так, и куда ее увели? А, ее сюда увели. Ладно, уходим вот сюда. Так, ну что, у нас тут еще полно территорий, которые можно найти. Можно поисследовать, погулять, я считаю, что нужно посмотреть это замечательное место, потому что стадель действительно очень качественно сделана. Дизайнеры уровней, как я уже говорил, постарались просто невероятно. Ну, то есть, действительно все выглядит классно и очень живо. Интересно. Конечно. Да, это все, ребята, продолжайте. Да. Да, это все! Можем еще туда сходить. Может, там какие-то диалоги есть интересные. Нет, конечно, жаль, что они так медленно ходят. Я пока просто не совсем понимаю игровую механику, по какому принципу она работает. То есть, насколько она линейна и насколько нет. Вот эту ненормальную, слышно ее со всех краев замка. Вот, а тут, как видите, к сожалению, ничего, поэтому давайте двигаться дальше. Может, мы найдем что-то еще интересное. То есть, насколько игра нас ведет за руку по игровому миру, это важно понять в самом начале, чтобы, ну, более эффективно как-то расходовать свое время там, да. То есть, есть ли смысл рашить всю карту, чтобы найти что-то интересное. 1, 2. Это все, ребята, продолжайте! 1, 2. Это все, ребята, продолжайте! Ну, как юнит, что ли, типа, правильно сказать. О-о-о-о, что-что там, сундучок? Так, туда мы не можем попасть, да? Ага, так, здесь мы уже с ним встретимся непосредственно. Так. Ну, а, и уже отправимся дальше, да? Нет, пока мы сюда не пойдем. Понятно. Пока я еще не исследовал весь город, я еще хочу погулять немного, и потом сюда отправимся. Вообще, вот, во многих РТС, в которые я играл, мне всегда не хватало, ну, то есть, я вот есть вращающаяся камера, но это, соответственно, в новых РТС, потому что во старых РТС, как у стратегиях, соответственно, камера не была вращающейся, она была всегда под одним углом. Вот, блядь, вот она вот так с ума сходит здесь. Вот, и поэтому там, как бы, не было такой проблемы. Проблема такая, что неудобно перемещать маркер по карте, то есть, я вот стрелочками вожу, и мне постоянно просто, ну, какой-то бардак в голове происходит от того, ну, как этот маркер ходит, куда он смотрит. В данном случае, вот, мне приходится его выравнивать так, чтобы он, соответственно, ходил по, ну, ровно вверх, ровно вниз, то есть, сама карта не разворачивается. Было бы лучше, если бы карта крутилась тоже, то есть, я поворачиваю, и крутится не вот только сам маркер, по которому я здесь гуляю, а крутится также и сама карта. Сейчас, посмотрите на это. Давайте посмотрим. Интересно. Конечно. Интересно. Казарма. Давайте сходим в казарму. А мы из нее ли пришли? Блядь, мы отсюда пришли. Скотство. Мы из Казармы уже пришли. Что это? Вот так вот мы заплутали немного. Так, наверх можно пройти, можно пройти вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Так, это темница. Здесь мы не можем пройти, к сожалению, пока что. Или нет, или через верх, а через верх мы куда? Ну, сюда только можем пройти. Так, ну, давайте к этому белому магу сегодня. Сейчас я найду, вот он. Подиспещает. Ну, это же он должен быть логически. Если нет, то я пока не знаю, где его искать. Теперь посмотрите на это. Храм, посвященный хранительнице Тиарии, богине солнечного света, тепла и вдохновения. Перед храмом необычно много подношений. Мы это читали. Так. Так. Здесь торговец обозначен. Ну, блин, я на карте вижу только один восклицательный знак. Ух, понял. Так. И где он может быть, интересно? Потому что вроде как мы всю карту исследовали. Тут тюрьма. Ну, они весьма уверенно бегут туда, будто там можно пройти, а вот ни хрена подобного. Да, надо смотреть. Подоподобного. Так вот. Вот так. Да. Тебе, да. Не верю. Тебе. Не верю. и ключ. Я жрец праведного огня, чтобы тебя заново. Подонок. Блин, неужели мне гуглить придется, куда подевался этот жрец? Spellforce 3, жрец праведного огня. Света, блять. Какой... Нет, нет, какой Джаред, какой Джаред. Блин, мышка, не сходи с ума. Так, жрец. Праведного света, да. Света, а не огня. Так. 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 Возможно, мы его пропустили где-то случайно и нужно заходить снова куда-то. Конечно. Так, дождите. Ну, конечно, он не очень уверенно эти здания мне показывает, но он камень этот показывает, ладно. Так, войска показывает, но он торговцы меняют, так, метки заданий, всего одну отметку заданий показывает, как я со жрецом поговорю, если я не знаю, где он. Что дальше? Интересно. Можно, конечно, пойти другим путем, можно посмотреть прохождение чьего-то. И надеяться, что в нем я что-то найду. Водить по всем мышкой, это, конечно, долго и затратно очень в плане времени. Может, он вообще в казарме этот жрец остался. До казармена очень далеко бежать. Да черт его знает, что это за жрец, где он? Ну, ввиду серая цитадельча. Так, да, покинуть. Нашел прохождение. Посмотрим, активно ли там это задание. Если не активно, значит, его выполнили. Значит, нужно смотреть и пытаться понять, где это. Так, давайте я пока на паузу поставлю, чтобы не тратить время. Нет, 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 это огурцы, что ты вытаскиваешь, не канди! Опять же! Блин, я вот эти облачки вообще не замечаю, они вот сливаются тут просто. У них должны быть какие-нибудь, не знаю, типа восклицательные знаки, что ли. Короче, я нашел просто прохождение, сидел, смотрел и вот, да. Ох, вон еще лут подберем. Интересно. Да? Да, вы кто? Пару простых солдат пошли на маску, посмотрите, впечатляет. Так что вам нужно? Что вы хотите? Вы не расскажете побольше о праведном свете, о своей вере? О, вы ищете жизненный путь. Может быть. Интересно. Ну, хорошо, я постараюсь ответить на ваши вопросы. Что вам сделали маги? К магам у нас нет претензий, наш конфликт со сквернителями. А в чем разница? Ну, маг это человек, которому дарованы силы с помощью праотец Аунир создал Вселенную. Это тяжкая ноша. Мы знаем, как трудно приходится некоторым магам. Однако, это само по себе не крех. Все дело в использовании. Эти силы не предназначены для людей, сколь бы виденными или благородными они были. Это попытка уподобиться всеведущему и всеведущему Творцу. Но сквернители поступают так. Им неведомо смирение. Они применяют магию без оглядки ради собственной выгоды. Вот и сам Атахар, лучший пример. И не найдешь. Он показал всему миру, насколько опасна и отвратительна магия без контроля. А что насчет боевых магов, которые в королевской армии? Ну, есть такое. Фактически они тоже оскорительны. Но это необходимый компромисс, чтобы Нортандеру не угрожали могущественные маги. Ему нужны собственные. Звучит парадоксально, но такова жизнь. Блин, эта зависшая баба меня вообще просто раздражает. Неужели магию нельзя использовать во благо? Вопрос не в благе, вопрос в смирении. Магия никогда не предназначалась для людей. И то, что некоторые забывают об этом, сделало наш мир столь жестоким и извращенным. Так что да, конечно, магия способна не только убивать, но и исцелять. Вот только все равно этих сил мы должны держаться подальше. Мы не боги, солдаты. Мы не боги, солдаты. Мы люди. И Анир не вернется к нам, покуда мы не будем знать свое место. Чем применилась та женщина? Что она делала? Та? Она из повстанцев и сама Тахара. Они пытались скрыться в Виндвале, но королевская армия нашла и разгромила их лагерь. Она призвала чудовище, которое взорвало дюжину солдат, прежде чем те смогли до нее добраться. Хорошо, что маска сразу с ней покончила. У вас есть же какой-то предводитель? Ваше движение зародилось в Грейфиле, правильно? Движение? Мне кажется, вы не очень хорошо понимаете, кто мы такие, но я верю, что скоро вера придет к вам. Что же до вашего первого вопроса, да, он есть, это предводитель света, известный к миру как Рагнар Лекайн. В настоящий момент он не в городе, но если вам охота послушать его в проповеди, и через один-два дня он снова вернется сервис в Тодель. Он вернется в Грейфиле, один-два дня от того, что вы верите? Мне рассказывают, что праведный свет отрицает хранителей. Это правда? Отрицает? Нет. Хранители, ровно как и боги отступники, созданы Аониром, и отрицать их бессмысленно. И они покинули нас. Что значит, покинули нас? Ну, они с самого начала были лишь временные меры. Аонир создал их, чтобы они заботились о нашем мире, пока человечество не очистится. Однако, теперь он готовится вернуться их. Их родители погрузились в сон. Аонир собирается их вернуть? Да, Аонир вернется в наш мир. В дюжину лун назад нашему предводителю, предвестнику света, было видение. Протец лично обратился к нему и сказал, что после всех наших страданий снова облизится время мира. Он явит Себя сам, и мы будем жить в мире. В мире свободы, в мире равенства, без войн, без алчности, без королей и королев, без нищих и голодных, лишь дети света, коими мы когда-то были. И как именно это произойдет? Наш мир ведь не просто так стал таким, как он есть. Мы же говорим о Боге, не о Хранителе, а о настоящем Боге, единственном Боге-Творце, подобно тебе. Я заблуждался, пока предвестник не открыл мне истину. Нельзя применять человеческие понятия к тому, что изначально не является человеком. Так почему он все еще не вернулся? В этом и скрыта наша цель. Аонир открыл предвестнику вот что. Он вернулся лишь тогда, когда человечество вернется в невинность. В невинность? Да. Освободиться от неправильных учений, от осквернителей. Когда мы исполним свое предназначение, предвестник откроет врата, чтобы Аонир смог вернуться в мир. Хм. Интересно. Можно и так сказать. Ну, спасибо за помощь. Я пойду. Как скажешь, да направить твой путь в светы Аониро. Фух, наконец-то эта глючная паба свалила. Так, пока вы идете сюда. Они же движутся? Да, они движутся. А, у нас два документа про железную маску, то есть читать не придется. Я думал, пока мы бежим, прочитаем. Ну, видимо, не придется. Оно и лучше. А то у меня уже язык через плечо. А что, тебе в пати можно взять? Ну-ка. Ну что, вы были у Маршала? Да, были. Были, были. Ой. Все, пока они бегут, я могу потянуться. Ослабиться. Сейчас мы этот уровень закончим как раз. Серец с Таделью. Ну и, соответственно, серия подойдет концом. Пока они там, конечно, добегут. Вон, можно смотреть, как тренируются солдаты. Как они настоящие палки бьют. Так, все, мы тут. А вот и вы. Вы готовы? Да, выдвигаемся. Мы. Хорошо. Тогда пора собирать остальных. У нас впереди долгий путь. Так, присоединился к отряду. Отлично. И Ансельм присоединился к отряду. Так. Карта мира используется для перемещения между различными регионами. Вон карта мира практически в любой момент. Если под вашим контролем нет активных баз в стратегическом режиме. При выходе с карты информация о степени выполнения всех ваших заданий сохраняется, и вы сможете вернуться к ним после возвращения. Так. Здесь вы можете выбрать, каких спутников взять с собой для выполнения задания и поддержкой какой фракции воспользоваться. Некоторые задания можно выполнить лишь с помощью определенной фракции. Сюжет может изменяться в зависимости от вашего выбора спутников, так что выбирайте с умом. Круто. Ну, мы тут можем сохраниться на этой карте? Да, мы можем и мы это сделаем, так что мы продолжим следующей серии, а в этой мы с вами уже попрощаемся до следующей встречи. Так что, всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok